Мама! 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 Семилетний Максим страдает расстройством аутистического спектра. И слово «мама» пока единственное, которое малыш умеет говорить. Но слышите, сколько любви и добра вкладывает он в это слово. Каждый день мальчику нужны занятия, чтобы научиться самым простым навыкам. Желание помочь Максиму и другим детям с тяжелыми заболеваниями объединило участников благотворительной ярмарки «День добра». На призыв организаторов откликнулось множество неравнодушных. Украшения, сувениры, ручной работы, подарочные сертификаты, керамика, кондитерские изделия, домашние заготовки – вот лишь часть того, что совершенно безвозмездно передали для продажи те, кто захотел помочь собрать средства для фондов, помогающим больным детям. Есть очень много больных детей, которые нуждаются в помощи. И нужно как-то было придумать, как им помочь. И может быть, свыше я не знаю, как родилась эта идея, и она просто пришла в голову. Я несколько лет помогала этим фондам как волонтер. Я понимала, что нужна какая-то большая массовая акция. Ярмарка «День добра» прошла в магазине «Керамиса» на улице Пескунова. На целый день небольшой магазинчик в старинном особняке стал центром большого доброго дела. Ученики близлежащей школы, похоже, заглянули сюда всем классом, сразу положив глаз на сладости и игрушки. Мы сегодня пришли помогать онкобольным детям. Я купила львовка и куплю львов. А зачем ты сюда сегодня нашла? Потому что хочется помочь тоже больным детям. Лот, который ушел, что называется, в лед. Разве могли болельщики хоккейного клуба «Торпедо» упустить сертификат на чашку кофе с любимыми игроками? Ну что может выставить хоккейный клуб? Вот мы – хоккейные свитера. Вот непосредственно свитера, настоящие свитера, в которых ребята выходят на лед играть. И шайбы. А счастливчик, которому достался уникальный лот баскетбольного клуба «Нижний Новгород», смог посмотреть матч БК и Ненхимки со скамейки запасных. Качество и эксклюзивность товаров покупатели оценили по достоинству. Вот это кресло, например, переехало в почетное консульство «Мальты» в Нижнем Новгороде. Это очень хорошее мероприятие, которое обращает внимание, что проблемы надо решать сообща и друг другу помогать. Картина поразила своей сочностью, качеством. Действительно здоровская, прямо, не знаю, глаз на нее лег. То, что она будет в хорошем, добром месте, это я гарантирую. Самые вкусные и весомые истории ярмарки «День добра» «Баночки с вареньем» от Юлии Щербаковой. Ее уникальный проект «Вареничный вечер» помог собрать более 70 тысяч рублей. Всего же лишь за день ярмарка «День добра» собрала более 850 тысяч рублей. И деньги до сих пор продолжают поступать. Огромная всем-всем-всем благодарность. Ярмарка закончилась, но «День добра» продолжается. Посмотрите на фотографию. Кто-то из участников ярмарки выкупил и передал игрушку Лизе Филимоновой. В одном из наших сюжетов мы рассказывали вам про эту девочку. Она лечится от онкологии в детской областной больнице. Лизе и другим детям с онкологией помогает благотворительный фонд «Нонц». Этому фонду организаторы акции «День добра» перечислили часть собранных средств. Помощь фонду «Нонц» сейчас крайне важна. Впереди декабрь месяц, там январь, каникулы, праздники. Нам надо успеть закупить лекарства, потому что многие фармкомпании закрываются на новогодние каникулы. Если мы не сделаем это вот сейчас, то потом на январские праздники дети могут просто остаться без лекарств. Собранные средства передадут фонду «Дети без мамы» фонду «Время рассвета», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра. Максим, который умеет говорить слово «мама», уже год ходит на коррекционные занятия в Центр фонда «Время рассвета». Раньше он вообще у меня не мог держать ручку никак. Сейчас он ее правильно держит, если вы посмотрите, он держит ее правильно, только движения у него нет. В Центре «Время рассвета» сейчас проходит реабилитацию 45 детей. Еще 37 семей ждут своей очереди. Все занятия, подготовка к школе, адаптивная физкультура, музыка, творчество – совершенно бесплатные. Спасибо всем тем, кто поучаствовал в этом замечательном Дне добра. И организаторам, и участникам. Спасибо за вашу искренность, за ваше тепло, за ваше понимание проблемы детского аутизма. Для нас и для особенных деток эта помощь бесценна. И благодаря вам особенные дети получат своевременную помощь в обучении, социализации и адаптации в обществе. Организаторы благотворительной ярмарки «День добра» решили не ограничиваться одним днем и сделать акцию бессрочной. В томе керамики теперь есть «Окно добра». Сюда по-прежнему можно принести что-то на продажу или купить что-то понравившееся. Все выручные деньги будут перечисляться на счета благотворительных фондов. Двери дома керамики открыты по будням с 10 до 20 часов. В субботу и воскресенье гостей ждут с 10 до 18. В инстаграм на странице керамица нижнее подчеркивание «Добро» также выставлены товары ярмарки «Добра». Также можно поддержать фонды «Дети без мам» и «Нонц», отправив смс на короткие номера, которые вы видите на экране. Оказать помощь детям с расстройством аутистического спектра и можно на сайте фонда «Время рассвета». Спешите делать добро. Михаил Никитин, Ирина Стефанюк. Время новостей.